Об итогах работы прокуратуры Севастополя мы рассказываем в рубрике «Прокурорский надзор». За рабочую неделю с 1 по 5 июля сотрудники надзорного ведомства провели 22 проверки исполнения действующего законодательства, по результатам которых возбуждено одно уголовное дело. Приняли участие в 223 судебных заседаниях. Для разрешения в прокуратуру поступило 543 обращения граждан и юридических лиц. Прокуратура Балаклавского района в ходе надзорных мероприятий установила, что 11 жителей состоят на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом алкоголизм или наркомания и при этом имеют водительское удостоверение. Для защиты прав участников дорожного движения прокуратурой района предъявлено 11 тисковых заявлений в суд с требованием прекратить действия права указанных лиц на управление транспортным средством и признать водительские удостоверения недействительными. Заявление прокуратуры района находится на рассмотрении в Балаклавском районном суде города Севастополя. В ходе проверок сотрудники прокуратуры обнаружили нарушение законодательства в работе органов исполнительной власти города. Например, Департамент капитального строительства правительства Севастополя незаконно снял с квартирного учета женщину-инвалида второй группы, которая стояла в очереди на жилье с 1982 года. Орган исполнительной власти постановил, раз женщина имеет в собственности две комнаты в общежитии, она обеспечена жильем сверхучетной нормы и в квартире не нуждается. Учетно указанная норма применяется только в отношении граждан, проживающих в отдельных квартирах и жилых домах, а не в общежитиях. С целью восстановления нарушенных жилищных прав граждан прокуратуры города Севастополя предъявлено исковое заявление в Департамент капитального строительства по признанию незаконным решением снятия инвалидов членов семьи с учетом граждан, в устающихся в жилых помещениях и обязании восстановить их на квартирном учете. 1 июля 2019 года Гагаринском районном суде города Севастополя исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Прокуратура города также обнаружила, что законодательство нарушает Департамент имущественных и земельных отношений правительства Севастополя. В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства установили факт нарушения сроков рассмотрения пяти обращений граждан. По данным фактам в отношении трех должностных лиц Департамента вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном в статье 559 КОАК РФ. Данные материалы направлены в Мировой суд для рассмотрения. В ходе проверки, проведенной по обращению местной жительницы, прокуратура обнаружила нарушения в Департаменте труда и социальной защиты населения. Департаментом необоснованно отказано заявительницам на значение и выплате ежемесячных пособий по уходу за ребенком при его рождении и в связи с рождением первого ребенка. Прокуратура города предъявила в Гагаринский районный суд иск о возложении на Департамент труда и социальной защиты населения обязанности назначить и произвести заявительнице необходимой выплаты.